Я знаю, что завтра меня расстреляют. Я могу уйти, убежать, скрыться, но от себя не убежишь. Пусть простят меня те, кем пришлось пожертвовать. Вы должны знать, что это был мой долг, обогреть руки в крови своего народа. Хочу, чтобы вы знали правду о тех, кому досталась эта чудовищная работа. Кто делил людей на живых и мертвых, кто говорил налево и направо. Он каждый раз заявлял, что я всех спасти не могу. Генц не мог поступать иначе. Я его не считаю положительной личностью. Ни у кого нет права обсуждать то, что я сделал. Я взял на себя всю ответственность, и мне не страшно. Страшно станет, когда я буду вспоминать. Якоб Генц, начальник Виленского гетто. С началом Второй мировой войны из Польши, оккупированной нацистами, хлынули еврейские беженцы. Они пытались найти спасение у соседей в буржуазной Литве, где еще с 14 века существовала большая еврейская община. А у города Вильнюса было даже второе название – Литовский Иерусалим. Евреи составляли почти половину его жителей. Здесь жили и работали видные ученые, философы и духовные отцы сионизма. Размещались штаб-квартиры различных еврейских партий. Социалистическая партия «Бунт» была основана и провела свой первый съезд именно в Вильна. В начале 20 века в Литве также велась интенсивная подготовка добровольцев-боевиков для отправки в Палестину, воевать за независимость еврейского государства. В один из таких отрядов вступил человек, имя которого до сих пор вызывает споры и в Израиле, и в России, и в Литве. Одни называют его спасителем, другие – убийцей. В архивах сохранилась лишь одна фотография этого человека. Вот он – Якоб Генц. Субтитры создавал DimaTorzok июнь 1940 года. К этому времени Вильнюс, где живет Якоб Генц, остается единственным местом в Прибалтике, откуда еще возможна легальная эмиграция евреев. Но беженцев не желает принимать ни одна страна. Следуя инструкциям своих правительств, американское, британское и французское консульства категорически отказывают им в транзитных визах. И тогда беженцы обращаются в посольство Японии. Консул Тиуну Сугихара запрашивает у Токио разрешение на выдачу виз, но получает отказ. Ссора с Гитлером не входит в планы японцев. И Сугихара на собственный страх и риск выдает беженцам японские транзитные визы. По ним можно уехать в Америку, Китай, Австралию, куда угодно, подальше от войны. Сугихара работает почти круглосуточно, заполняя бланки от руки. Он знает, что может не успеть. После вхождения Литвы в состав Советского Союза 3 августа 1940 года на ее территории прекращается деятельность всех иностранных консульств. В конце августа Сугихара уезжает, но даже в купе поезда он продолжает заполнять формы и через окно протягивает их людям. Он спас около 6 тысяч человек. Некоторые из них остались в Кобе, в Японии, некоторые расселились в Шанхай, потому что в это время Шанхай был единственной территорией, которая не нуждалась во всяких визах. За эти выдачи виз он был остранен от дипломатической работы после войны. Что заставило консула ослушаться начальства? Скорее всего, что он не мог поступить иначе, потому что был воспитан по законам самурайского кодекса чести, призывающего к состраданию и немедленному действию. В Израиле Сугихара удостоен титула «Праведник мира», в отличие от начальника Виленского гетто Якоба Генса, хотя тот расплатился за попытку спасения евреев не дипломатической карьерой, а собственной жизнью. У нас жили жильцы, мы впустили жильцов-беженцев из Варшавы, которые при помощи Сугихары получили визу через Японию и уехали в Америку. Так что можно было так. Потом у нас связывала рентгеновская аппаратура. У отца был частный кабинет, рентгеновский дом и физиотерапевтический. В общем, мы из-за этого, наверное, и остались. Якоб Генс тоже не пытался бежать, потому что ощущал себя скорее литовцем, чем евреем. Родившись в 1905 году в литовской глубинке, в 14 лет он ушел добровольцем в армию. После демобилизации окончил университет, получил два высших образования – экономическое и юридическое. Несмотря на еврейское происхождение, был принят на госслужбу. С приходом советской власти, чтобы избежать репрессий, Якоб Генс перебрался в Вильнюс, где его никто не знал. Легализоваться ему помогла медсестра еврейского госпиталя. Она познакомилась с Генсом, который тогда был безработным. Он при советской власти, как бывший литовский офицер, не мог получить никакой работы. И она его устроила бухгалтером в какой-то больнице. Тем временем в Литовской ССР полным ходом идет социалистическое строительство. Национализируются предприятия, в том числе и еврейские. В Берлине депортируются религиозные деятели. Подпольные ячейки в Литве начинают из-под тишка точить ножи. 22 июня 1941 года. Около 10 часов утра над Вильнюсом появляются первые немецкие самолеты. Вечером начинается бомбардировка. В городе паника. Поезда сажают только по спецпропускам и портбилетам. И тысячи людей бегут на восток, к старой советской границе. Но путь им преграждают войска НКВД, у которых приказ стрелять по каждому, кто попытается перейти границу. Беженцам приходится возвращаться назад. Кругом опускались парашютисты немецкие. И нас собрали всех на базарной площади, там местечки. Но почему-то отпустили, не расстреливали. Наверное, им некогда еще было. 24 июня 1941 года. Войска вермахта входят в Вильнюс. Горожане встречают их цветами. Литовские активисты по команде из Берлина начинают охоту на большевиков и евреев, сопровождая ее повальным мародерством и грабежами. Каждый мог зайти к вам в дом и сказать, я хочу вот этот шкаф, вот, берите рабочее, выносите. Так ему говорили, это же мой, не твой, а твоего уже ничего нет. Активисты носят на рукаве белую повязку со свастикой, за что получают прозвище «белоповязочники». Первой их жертвой становится схваченная на улице еврейская девушка, которую расстреливают вот в этом саду францисканской церкви. Следом под пулемет ставят группу пленных красноармейцев и еще десяток попавшихся по дороге евреев. Добропорядочные обыватели, не желая оставаться в стороне, с азартом всматриваются в лица бывших соседей и друзей. Похож, не похож? Мама рассказывала, у нас был домуправ, который сразу прибежал, а где твоя дочка, где твой муж? Они, наверное, ушли с советами. А он домуправ очень много людей выдал. Я была комсомолкой. И тем самым отец боялся, что меня будут преследовать. Тем более, что сторож дома сообщил, говорил, что он пойдет сразу сообщить о моей коммунистической деятельности. На улицах расклеены афишки, которые разъясняют, кого именно следует читать евреям. Все евреи обязаны носить специальные знаки, пришитые к одежде. Им запрещено ходить по тротуарам и посещать общественные места. Особым успехом в кинотеатрах пользуются пропагандистские фильмы на литовском языке. На выборы пришли всего от 16 до 30% населения. За всеми махинациями скрывается компартия Литвы. Евреев там 50%. Все исконные литовские земли заняли евреи. Слабые и хитрые. Физические и духовные вырожденцы, они борются за мировое господство. Лидеры общины просят защиты у влиятельных литовцев. Но один из бывших министров и епископ отвечают. Ваши евреи в свое время плясали на похоронах литовской независимости, поэтому мы не можем сейчас призывать население их спасать. Уже к концу лета 41-го года литовские нацисты уничтожили около 90% евреев, живших в так называемых штетлах, местечках. Это были первые массовые расстрелы евреев в Европе. В больших городах технологию истребления решено было упорядочить, согнав всех евреев в специально отведенный район. Мысли о гетто тогда еще не пугают евреев. Многие думают о нем, как о спасительном островке в море ненависти. Они надеются, что стена гетто оградит и защитит их. Мы думали, а может быть будет гетто? Мы знали, что в Варшаве было гетто, там ведь ничего не было уничтожения. Люди верили, что мы пойдем в гетто в свое время, мы будем работать, мы принесем пользу и нас не уберут. 6 сентября 1941 года. Первый день Виленского гетто. 6 сентября в 6 часов с утра к нам пришли, постучали литовские полицейские и сказали, что вы имеете полчаса времени, возьмите все то, что вы можете с собой нести, и вы идете в гетто. Нас всех погнали в сторону старой части города, где были эти нескольких улочек, огороженных для концлагеря, который там назывался вильнюсским гетто. Там вели раввина, которому подожгли бороду. Это уже и население, которое кругом жили, которые были друзьями, может быть, и издевались. Плач, разбросанные чемоданы, вещи, все было усеяно. Этот путь в гетто был усеян не только слезами, но и монатками, вот этими вещами, которые люди не донесли до гетто, хотя они и брали минимально с собой. Нас сразу загнали на Легоненец, на шпитальной улице, по двор, и двор сразу закрыли. Погода хорошая была. Людей гонят в два гетто, малое и большое. 9 и 29 тысяч человек, соответственно. В малое попадают больные и старики. Уже через два месяца они будут ликвидированы. Символично, что малое и большое гетто разделяет улица под названием Немецкая. Центр Вильнюса представляет собой большой густонаселенный еврейский квартал. Именно туда уплотняя старых жильцов и поселяют вновь прибывших. В результате квартиры становятся похожими на муравейники. Сколько места есть, чтобы лечь к человеку, столько людей жило там. И ругались, и ссорились, и дрались, и все, что хотите. Крали друг у друга. Все выходы из гетто заколачиваются досками. На дверях устанавливаются щиты с надписью. Внимание! Чума! Вход посторонним воспрещен. Отныне мир всех обитателей гетто будет ограничен пятью кривыми средневековыми улочками. Но вообще они верили, конечно, что они будут жить. Каждый человек верит, что он будет жить. Даже умирающий совсем тяжело больной. Немецкая биржа труда ставит на учет обитателей гетто. Им выдаются так называемые шайны, рабочие свидетельства. В дальнейшем узники будут называть их паспортами жизни. Их число строго ограничено и постоянно сокращается. В борьбе за спасительную бумажку люди начинают ненавидеть друг друга больше, чем своих убийц. Паспорта жизни, это было дьявольским изобретением нацистов. Они гетто разделили на имеющих шанс и не имеющих. И они парализовали волю к борьбе. Кто не имел шайн, тот в Панаре вели, убивали. Панар – это место, где советские войска перед войной хотели сделать хранилище для нефтепродуктов. Были выкопаны большие ямы. А для немцев это была благодать. Ямы были готовые. Не нужно было копать. Именно здесь, уже через две недели после создания гетто, были расстреляны около тысячи узников. У них не было шайна, а значит, не было права на жизнь. Но в гетто пока об этом не знают. Или не хотят знать. Пришла одна женщина, зашла с этим потоком, которые шли с работы, с простреленной рукой, и сказала, что расстреливает в Панарах. Решили, что она чокнутая. Не может быть в людей, в человеке, который не выступает с оружием, что могут расстрелять. Они как-то не верили, что их стрелять будут. Им говорили, убегайте. Они шли, там, эти, на плечах узелок какой-то несет, там, одежду или чего. И они думали, что они на работу идут. Вот. А тут их уже, им работу другую находили. Их раздевали и стреляли. Октябрь 1941 года. Немцы создают в Виленском гетто нечто похожее на систему самоуправления. Этакое государство в государстве, руководимое совещательным органом Юденратом. В переводе с Идиши Еврейский совет. При нем работают отделы труда, здравоохранения, жилья, продовольствия, даже культуры и спорта. Возглавить Юденрат предложено Якобу Генсу. Его кандидатура устраивает и жертв, и палачей. Для одних он свой по крови, для других бывший литовский офицер. Несмотря на обещание ни во что не ввязываться данной жене, Генс принимает решение возглавить гетто. Это все-таки мой народ. Я не имею права оставаться в стороне, говорит он своим близким. Высокий, красивый мужчина. Он ведь офицер литовской армии. Жена у него литовка и дочка. Они жили за пределами гетто. И он ходил туда ночевать. Он не имел разрешения выходить. Весь октябрь в гетто продолжаются зачистки. Им обычно предшествует требование немцев выплатить контрибуции. Суммы называются бешеные. Собрать их невозможно. Тогда в Панаре попадают новые партии жертв. Было специально, как мы их называли, зондеркоманда. Это были полицаи такие. Они ходили тоже в форме ходили, винтовки имели, они стреляли. Были такие дни, что целый день даже, без перерыва. Они с утра начинали, их не поймешь, и до вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Генс ведет переговоры с представителями гестапо Франца. Муррером и Мартином Вайсом об увеличении рабочих мест. Вскоре у него появляется неожиданный союзник. Предприниматель Оскар Глик. Австрийский еврей с фальшивым немецким паспортом. Приехав в Вильнюс, он обращается в окружной комиссариат с предложением организовать меховую фабрику для нужд фронта. Тот поддерживает его Генс, и они увеличивают и увеличивают рабочие места для того, чтобы продлить жизнь гетто. Через три месяца литовский шиндлер Оскар Глик будет расстрелян. Все-таки его расшифровали. Как? Я не знаю. Ну, конечно, работала гестапо, на всех писали досье, были и доносчики. Постоянный страх разобщает людей. Желание уцелеть любой ценой заставляет часть евреев идти служить немцам. Из их числа формируется еврейская полиция гетто и воротная стража. Они проводят обыски, участвуют в облавах, отбирают продукты у тех, кто пытается пронести ее в гетто. Они считали, что они, во-первых, будут иметь лучшую жизнь в гетто, материально. А, во-вторых, им не грозит смерть. Отношения были звериные. Если человек знает, что его ждет немедленная смерть, он перестает быть человеком, он становится зверем. В гетто было полно бедняков. Были люди, которые так голодали, что умирали из голоду. Были такие, которые сидели по вечерям в ресторане. А что подавали в ресторанах? За деньги, все что угодно. В гетто вносили продукты через всякие лазы, через всякие подвалы. И можно было купить за деньги все. Главе еврейского совета Якобу Генцу удается создать в гетто иллюзию мирной жизни. Работающие получают жалование, из которого исправно платят налоги. Продовольственный отдел распределяет продукты и открывает бесплатные столовые. Отдел социального обеспечения выдает бесплатные билеты в кино или талончики на суп. При отделе здравоохранения работает госпиталь и две бани. Чтобы получить хлебную карточку, нужно было представить документ, что ты был в бане и что ты прошел дезинфекцию. Люди боялись, чтобы не было эпидемии. Потому что при эпидемии-то сразу ликвидация. Психологи из гестапо используют тактику кнута и пряника. Трудно поверить, но в периоды между очередными зачистками обитатели Виленского гетто посещают библиотеку, отправляют детей в школы и детские сады, устраивают симфонические концерты и детские спектакли, пишут песни. Немцы даже дают добро на создание театра. Молодежь выступала даже с прокламациями против театра Виленского гетто, видя в нем агитационно-культурный передаток еврейской полиции. Они считали, что в такой трагической обстановке создавать театр – это свинство. На могилах театры не играют. Однако вскоре даже противники театра будут посещать его регулярно. Зал всегда переполнен. Часто бывает так, что актер играет вечером, а на завтра его расстреливают. Это было огромное и очень героическое духовное сопротивление. Я думаю, что иногда духовное сопротивление бывает сильнее и требует больших сил, выдержки и героизма, чем физическое. Сопротивляться или нет – это очень серьезный спор внутри иудейской традиции и внутри гетто. Многие настороженно относились к вооруженной борьбе. Поначалу они вообще отказывались верить, что акции уничтожения направлены против евреев как таковых. Потому что немцы проводили зачистки среди местного населения на всех оккупированных территориях. Одним из первых масштаб катастрофы осознал идеолог еврейского сопротивления – поэт Абба Ковнер. Ковнер пришел в гетто во всеоружии, и его оружие было то воззвание, которое он мучительно, наверное, и готовил для этой встречи. Из воззвания молодежной организации Виленского гетто от 1 января 1942 года. «Все, кого увезли из гетто, никогда больше не вернутся. Панары – это смерть. Сомневающиеся. Избавьтесь от иллюзий. Гитлер намерен уничтожить всех евреев Европы. Евреям Литвы суждено стать первыми на этом пути. Не будем же овцами, покорно идущими на убой. Братья, лучше погибнуть свободными борцами, чем выжить по милости убийц. До этого было только сопротивление духовное, а вот к вооруженной борьбе первый призыв был его. Жизнь подсказывала два выхода. Один – уходить в лес, но в лес могли уходить партизаны, могли уходить только молодые и сильные. Или остаться в гетто и поднять восстание. Через три недели, 20 января 1942 года, на Ванзейской конференции гитлеровцы окончательно решили еврейский вопрос. Именно там, в Ванзее, было дано идеологическое обоснование массового уничтожения евреев и намечены практические шаги создания лагерей смерти. В тот же день в Виленском гетто рождается боевая партизанская организация. Ее командиром становится коммунист Ицхак Виттенберг. Заместителями – левый сионист Абак Ковнер и правый – Иосиф Глазман. Это феномен боевой организации Виленского гетто. В общей борьбе на второй план отходят партийные разногласия, которые до этого не позволяли сплотиться. Подпольщики ищут связи с советскими партизанами, но те настороженно относятся к ним, поскольку хорошо информированы о сионистских взглядах Ковнера. Командирам советских партизанских отрядов дан негласный приказ – не брать тех, кто пришел без оружия. Но и тех, кто пришел с оружием, тоже часто не брали. Мы делали из лампочек коктейль молотого. Заносили не только оружие, заносили и взрывчатку. Ножи делали в мастерских. Вот здесь, в подвале библиотеки, подпольщики учились стрелять. А в гетто я пришла сама. Это было после всех акций. Я пошла бороться. Я была уверена, что все мои товарищи, которые попали в гетто, они не могут сидеть тихо. Они, наверное, что-то делают. Так и было. Июль 1942 года. 12 июля на стене Юденрата появляется объявление. По приказу городского комиссара города Вильна я беру на себя все руководство виленским гетто – Якоб Генц. Еврейский совет распущен. Генц объясняет, что меняется лишь форма правления, потому что немцы хотят точного и быстрого исполнения их приказов. С этого дня Генц обладает единоличной властью, ограниченной лишь приказами гестапо. Власть он любил. Ему нравилось шагать в этих сапогах. Он был такой крепкий мужчина, здоровый. Он ходил без звезд. Он мог выходить из гетто, когда хочет. По случаю перемены формы правления в гетто устраивается бал, на который тратится несколько тысяч марок. На столе гуси, рыба, дорогие вина, водка, торты. А уже через пять дней немецкие власти приказывают Генцу выдать на уничтожение новую партию людей. Он, значит, выполнял их требования, но он с ними торговался. Например, требует выдать тысячу двести людей. Он говорит, ну, семьсот. Они говорят, нет, что ты, тысячу? Ну, восемьсот. Ну, восемьсот, все, по рукам. Ну, восемьсот он выдал на смерть. Особо страшно было, когда жечь начинали первый раз. И через лес это пламя такое страшное. Это вечером зажгли. Пламя страшное, черное такое. И дым черный. И вонь такая страшнейшая вонь. Ну, жир горел, люди горели. Чтобы торговаться с немцами, Генцу нужны деньги. Только они могут хоть на какое-то время отсрочить неизбежное. Генц призывает всех, кто спрятал что-то ценное, назвать тайники. В результате торга гестапо получает деньги, люди – надежду, Генц – души. Ведь списки на уничтожение он составляет лично. Завтрашних смертников Генц определяет так. Если в семье один ребенок, он остается жить. А если двое, то одного можно отдать. Он каждый раз заявлял, что я всех спасти не могу, что такая ситуация. Но лучшую часть нашего народа я спасу. Что он думал в душе трудно сказать, но вслух он это повторял. И это проходило красной нитью во всей его деятельности. После очередной ликвидации Генц объясняет, что ограничился меньшим числом жертв, чем предполагалось. И что решение очистки было принято до того, как он взял управление в свои руки. И что новых акций не предвидится. А паникеры, распространяющие слухи, будут арестованы. Люди верят Генцу. И рады ухватиться за протянутую им соломинку. Человек хорошо себя чувствует, он работает, он считает, что он приносит немцам пользу. И он не верит, что его убьют. Им говорили, что бегите, вас стреляют. Вот мать лично говорила им. Идите, бегите, стрелять будут. Нет, которые тебя первый раз стреляют. Удрать можно было. И уйти из гетто можно было. Можно было с бригадой выйти на работу и не вернуться. Можно было. Не было куда деваться. Еврея никто не врал. Если он зайдет к крестьянину, даже он ему предложит деньги, так он там поживет сколько-то недели, этот у него деньги заберет. И потом он сам выдаст немцам. Август 1942 года. Жителям гетто разрешено купаться и загорать в специально отведенном месте. На спортивной площадке проходят соревнования по легкой атлетике и волейболу. На них присутствует все руководство гетто. Во главе с Генсом. Через месяц в еврейский Новый год в гетто вывешивается поздравление. Я приветствую всех жителей по случаю Нового года. Желаю всем здоровья, спокойствия и счастливой будущности. Якоб Генс. Гетто снова живет надеждой. Генс ведет переговоры с подпольщиками, убеждая их, что в случае восстания или выхода в лес они обрекут на смерть оставшихся. Если недосчитают одного человека, значит погибнет вся квартира. В квартире жили обычно несколько семей. Он, например, давал золотые монеты иногда на оружие. Вот он и говорил, вы покупаете оружие, значит вот вам монетка золотая. Купите там еще пистолеты. Это он страховался. На случай, когда придет советская армия. 19 октября 1942 года. Гестапо решает ликвидировать гетто в местечке Ашмяны. И сделать это руками самих евреев. Генсу поручено снарядить туда карательную экспедицию. Еврейские полицейские успешно справляются с заданием, ничуть не уступая в жестокости нацистским зондеркомандам. Генса, как всегда, утешает лишь одно. Ему в очередной раз удалось снизить количество жертв. С полутора тысяч до четырехсот человек. На собрании в гетто Генс говорит. Пусть простят меня те, кем пришлось пожертвовать. Вы должны знать, что это был мой долг. Обогреть руки в крови своего народа. Ибо на мне лежит обязанность сохранить молодежь и интеллигенцию. Наше завтра. Биологическое и интеллектуальное. Я отказался участвовать в других акциях и там уничтожили всех. Тут нет места сантиментам, заботе о своем добром имени. Ни у кого нет права обсуждать то, что я сделал. Я взял на себя всю ответственность, и мне не страшно. Страшно станет, когда я буду вспоминать. Скажите, а Генс, когда он говорил, что мне сейчас не страшно, он мучился какими-то угрызениями совести или нет? У него там времени не было, что мучиться угрызениями совести. Вообще, Генс... был двояким человеком, как каждый человек. В этой ситуации, я так думаю, иначе поступить нельзя. То есть, будет он, не будет он, будет другой, все равно уже нацистская политика заворочена по всей Европе. В том же октябре 42-го в Виленское гетто доходят слухи из Варшавы об уничтожении там 400 тысяч человек. И что глава юдонрата Варшавского гетто Адам Черняков покончил с собой. А в Виленскому гетто отмерены еще полгода относительно спокойной жизни. До апреля 43-го. Гестапо поручает Генсу собрать жителей всех малых окрестных гетто и привезти их в Вильна. Оттуда якобы их перевезут в более просторное Каунасское гетто. Генс объезжает местечки и заверяет евреев, что бояться нечего. Все делается для их же пользы. Люди Генсу верят и следуют за ним. В Вильна всех сажают на поезд. Все готово к отправке. Но тут к вагону, в котором находится Генс подходит железнодорожный рабочий, поляк, и говорит «Евреи, спасайтесь! Поезд идет в Панары». Генс не допускает мысли, что его обманули. Он обращается к немецкому офицеру, дежурному по станции. Тот заверяет его, что поезд идет в Каунас. И Генс лично сопровождает два эшелона на массовую казнь. Женщины детей тащат, несут на руках, а молодые мужчины удирают. С второго поезда больше молодежи. Массы утирают, сотни удирают. И тогда из гетто направляют еврейскую полицию собирать трупы по лесу. Пять тысяч человек. Цена самоуверенности Генса. Из Панар в гетто возвращаются десятки подвод, нагруженных вещами убитых. Но даже после этого люди ничего не делают. В ужасе и страхе они ждут своей очереди. Только молодежь активно требует организовать самооборону. Они готовы выступить с оружием в руках, как только начнется следующая акция. Генс пресекает всяческие попытки восстания. Ведь в гетто еще остается 20 тысяч человек. Он отдает приказ арестовать одного из руководителей подполья из хака Виттенберга. Но тому удается бежать. Гетто через Генса получает ультиматум, что если Виттенберг не будет выдан живым в гестапо, до шести вечера гетто будет ликвидировано. И по требованию жителей гетто, именно тех, которые не хотели тенять свою надежду, Виттенберг был выдан. Они нас стали обзывать ковбоями и кричали, что вот из-за того, что выбряться идти оружием, так наше гетто ликвидируют. Мы надеялись на то, что народ пойдет с нами. Народ был против. И тогда принял решение Виттенберг. Он сдался. Ну, мы считаем это нашим позором. Но такая жизнь. Если молодой человек уходил из гетто, он должен был совершить страшный нравственный выбор. Ведь спасаясь сам, он обрекал на смерть семью. А взять с собой в партизанский отряд истощенных пожилых родителей тоже не мог. Прорваться в леса через множество немецких кордонов могли лишь молодые, физически крепкие люди. Аббаковнар рассказывал, что его старенькая мама просила показать ей дорогу из гетто. А он, стоя на люке спасительного подземного коллектора, сказал, что этой дороги не знает. Именно через этот коллектор отряд Ковнара следующей ночи ушел из гетто. И выживший Ковнар до конца жизни сомневался, заслужил ли он авторитет партизана-антифашиста или клейму неверного сына. А мой папа сказал, если я узнаю, что ты уйдешь в лес, я пойду и донесу на вас. Ты хочешь, чтобы я стал сволочью? Так я не попрощалась. Я ушла, украдкой спрятала зубную щетку. Ничего из дому не взяла. И потом папа приходил меня искать. Следующие, которые группы пришли, они говорили, что он приходил меня искать. И он никак не хотел поверить, что я против его воли ушла. Но я думаю, что когда их расстреливали в яме в фонарах, так может, это у него был один луч надежды, что я осталась жива. Лишь те немногие, кто не сдался на волю обстоятельств, действительно смогли спастись. Всего за два месяца до ликвидации гетто Маркасу Петухаускасу и его матери удалось бежать. Меня положили на дно телеги, меня накрыли мешками и соломой, и со всех сторон человек восемь села на меня, и лошадь такая полудохлая эту телегу везла в сторону Зверинца на старое еврейское кладбище, куда эта бригада каждый день направлялась на работу. И люди, с которыми мы даже не были знакомы до войны, это писатель Йонас Рузгис и его жена Стасия Рузгене, они согласились нас приютить, но там оказалось, долго мы не могли жить. И тогда возникла идея и фамилия Сондецкиса. Мой отец был одно время бургомистром города Шевляи, а Петухаускас был его заместителем. И вот является его жена с маленьким сыном. И перед родителем стала очень, очень такая тяжелая дилемма. Как решить вопрос? На обдумывание время не давалось. Они пришли, и надо было сказать либо да, либо нет. Люди должны куда-то идти. Родители Сондецкиса спасли еврейскую женщину и ребенка. Спрятали их и дали свою фамилию. Я очень горжусь таким подвигом родителей. Всюду было же объявление, что за помощью евреям будет самое высокое наказание даже до смертной казни. Сентябрь 1943 года. В течение первых четырех дней сентября, придравшись к тому, что на ликвидацию не была вовремя выдана очередная партия обреченных, гестапо начинает повальную ловлю. Обходится уже без помощи еврейской полиции. Немецкие солдаты прочесывают дом за домом, забрасывая гранатами места, где могут прятаться люди. Всего схвачено и увезено 8 тысяч человек. В гетто остается примерно столько же. Оно еще не уничтожено, но полностью повержено. Шайны жизни уже не действовали, уже не продлевался сурок официальный. Было ясно, что гетто ликвидируют. Все произошедшее ошеломляет Генса. Он понимает, что выбранный им путь это тупик. Он принимает решение открыть ворота гетто. Пусть все, кто могут, бегут. Пусть спасаются сами. Он больше не их пастырь. Но открыть ворота Генс не успел. Его сдали свои. Шеф еврейской полиции Деслер донес на него в гестапо. Но Генса предупредили об опасности. Его друзья немцы, очень высокопоставленные офицеры, с которыми он дружил, предложили ему бежать из вильнюсского гетто. И для него было все сделано, он мог остаться живым. А Генс этого не сделал. Он сказал, что если я убегу, пострадают другие. И такова моя судьба. Я пойду на смертную казнь вместе со своим народом. Генс решает сам пойти в гестапо. У ворот гетто он прощается со своим братом Соломоном. Просит принести коробку папирос и предупреждает, что если не вернется до восьми часов вечера, значит не вернется никогда. Кто знает, может быть он понял, что в этом аду он не спаситель, не вершитель судеб, а такая же жертва, как и все остальные. В тот же день Генс будет расстрелян лично начальником городского управления гестапо. 23 сентября 43-го года. Последний день гетто. Через 9 дней после смерти Генса гетто окружают немецкие солдаты. Всем ясно, что это окончательная ликвидация. Но измученные ожиданием смерти люди относятся к этому почти равнодушно. Пусть будет, что будет, лишь бы скорее конец. Родители были до последней минуты ликвидации гетто. Я, когда ушла в партизанку, я с ними попрощалась 23 сентября. В 39-м году мы сделали большую семейную фотографию. Я единственная, которая осталась жива. мне никогда не снится, никогда не снилось гетто, немцы, никогда. Потому что, понимаете, организм не дает даже подсознанию разрешить, чтобы это вспомнить. Из 38 тысяч узников гетто в живых остались лишь несколько сот человек. А ведь Генс надеялся, что хоть кому-то дарит жизнь, а не только оттягивает всеобщую смерть. Было ли у него право вершить судьбу людей, отданных ему во власть? Бывшие узники, их дети и внуки до сих пор спорят, кто он, спаситель или убийца? Если человек хочет иметь чистую совесть и чистые руки, ему не надо никаким образом связываться с врагами, с подлецами. Нельзя связываться. Если он уже попал к ним в лапы, он уже обратно хода не имел никакого. Между меньшим и большим злом лавировала эта трагическая фигура. И в нем есть много темного в Генсе, я думаю. И с другой стороны, в нем есть и много героического и светлого. Я его не считаю положительной личности. сам Генс не раз повторял, что ему досталась чудовищная работа и что ни у кого нет права обсуждать то, что он сделал. Вспомним главный его аргумент. Я взял на себя всю ответственность и мне не страшно. Страшно станет, когда я буду вспоминать. Вспоминать ему не пришлось. Он принял общую смертную участь и его поступки стали подсудны лишь Богу. Субтитры